Хей, йоги, с вами Шимки, и мы продолжаем брагодитеру под названием Путанная башня. Так, я, короче, решил сюда вернуться для того, чтобы, так сказать, немного посмотреть. Может, тут ещё в банках что-то есть? Конечно. Так, всё, ладно, здесь ничего. Так, мы далее исследуем с вами башни. Мы нашли фотографии, ещё что-то, и сейчас идём вот сюда наверх. Мастерская. Ещё карты? Нет, на них ничего не нарисовано. Рок для вина? Полный элли? Или, может, медовухи? Сейчас он полон только пыли. Фу. Карта с пунктированной линией и крестами, отмеченной на ней. Как можно так скучно описывать карту сокровища? Найс. Плёма, настоящая сокровища. Как же ты знаешь, что там сокровища? Зачем ещё её запирать? Не трогать. Это барометр, но он сломан. Как я никогда не видела ни одного барометра, который не был бы сломан. Рыба-фу. Да. И одновременно лампа. Почему-то. Это земля. Если бы земля была сделанной из бумаги и светилась тёплым морозовым светом? Клёво. Нашё сокровища. А, нет, всё это было. Это магия лампа. Может, вызовем джинн? Если застаряние, здесь обязательно. Огромная раковина. Думаешь, в ней живёт крабик? Надеюсь. Гамак. Гамак. Немного потерь. Потёрт. Потёртый. Я бы сказал, обжитый. Так, это было. Что это? Это бисёнок. И что он делает? Ну, если ты много врёшь, он возникнет у твоих кровати посреди ночи. О. Вторая деревянная маска. Наверное, проклятая. Безделушки на полке. Вся комната есть дерево? Ой, она просто взяла, она из дерева. Кажется, это настоящий корпус корабля. Карандашный набросок горы. Залитый лунной свет. Атмосферный. Залитый лунной свет. Что, это не в Сиатчуэх? Залитый лунной свет. Что, это не в Сиатчуэх? Сэр? Вы меня слышите? Я часто отдыхаю в гримуар. У меня к вам несколько... Гримуар. Хорошее такое на таинственное имя. Мне нравится. Феликс Феллоу к вашим услугам. А это... Моя коллега Салли. Ах, тоже замечательное имя. Спасибо. Если вы не возражаете, мистер Фоллоу, мы должны признаться, я вас завидую. А, да? И почему? Ищите разгадки тайны, следуйте новые места. Находите потайные комнаты, скрытые сокровища. Вот это жизнь. Потайные комнаты? Ах, ну это я так, в общем... Что-то типа того. Ладно, Феликс, зачем вы вообще занимаетесь? Разве не понятно? Я исследователь. Исследователь-охотик за сокровищами. Лучше в мире. Какие сокровища, проклятыми статусами, смертельными ремушками? Нет, гораздо менее тревиаленными. Но я повидал много опасностей на своем веку. Если вы это имеете в виду. А позвольте спросить. Когда вы вышли, напишите. Слушай, сюда, я, может, сейчас отдыхаю в первом веке между приключениями. Но, оставляясь надолго на одном месте, вообще не в моей натуре. Я иду туда, куда внесу меня ветер судьбы. Разве вы не живете здесь со своей женой? Да, но у семьи Феллои есть преддельная обязанность. И с Флорой есть ее характер. Мистер Феллои, нет ничего с этого с поддержанием. Не волнуйте меня неправильно. Флору и Фиона, это моя жизнь. Они самые великолепные сокровища на свете. Ну-ну. Вчера. Зачем вообще вам это знать? Убийство Фрайфелло, причина нашего прибытия сюда. Ах, точно. Отвратительный случай, очень досадно. К сожалению, ничего не могу вам помочь, но я желаю вам наибольшего успеха в расследовании. Слышал, Гримор? Здесь нам делать нечего. Пойдем. Это же просто вопрос, Феликс. Уверен, у вас получится. Я просто... Это же... Тут не о чем говорить. Я, по большей части, был у себя в комнате, занимался Флорин, ох... Да, и мост и делал. Ваш комнат совсем не такая от башни Флорид. Вы не слышали ничего необычного? А что считается необычным? А вы рассказали, мы посмотрим. Было... Дело было так. Воздух, принятое чувство злобной. Возможно, смутно. Как сама жизнь. Покороче, пожалуйста. Ладно, как скажете. Я слышал, как какие-то спускались по лестнице прямо за дверью моей комнаты. Шаги были спокойными, аккуратными, и я ничего не заподозрил. Вскоре после этого я услышал вторую очередь шагов идущих в том же направлении. На этот раз я сразу понял, что по их звукам что-то было не так. Поэтому я выглянул в коридор. Я увидел, как Поппи мигнула на лестнице по пути на нижний этаж. Если честно, я даже не знал, что подумать. Я посчитал, что, возможно, она подозревала с Фелицией, и знаю, что они и подружили. Поэтому я заглянул в комнату, комнату на всякий случай. В комнате никого и не было. В саду подъема комнату тоже. Выйдя обратно в коридор, я столкнулся с нахмуренной пенелопой. Она шла вверх в башню Феллы, чтобы найти профессора Пейтера. Я решил ее провести. Мы зашли в комнату Флоры. Бедная Фрея лежала на полу. Фиона, Поппи, Фридс и Пейтер уже были там, и Флора тоже закончила. Вскоре после этого, все кляния и ушли. И вы тоже. Нет, я остался. Флора нуждалась во мне. Хорошо. Небольшое расписание вручную статуэтке. А ты знаешь, что она расписана вручную? Ну, как раз я прямо здесь на столе душа. Ну, то есть, без обид, но это же очевидно. Раскоршенная фигурка. Вырезанная с дерева статуэтка мужчины с мечом в руках. Фигурка была расписана вручную, но краску нанесли не очень умело. Рядом были найдены желтые, синие, черные и белые краски. Ну, давайте смотреть, что за сокровище. Не знаю. Еще что-то проверить карту сокровищ. Так, еще раз. Используйте карту сокровищ, чтобы найти кодовую комбинацию для замка на сундуке. А, что считается Б? Что такое? Ладно, карта. Хорошо, это цифры. Что такое цифры. Что такое цифры. Цифры. А, северный запад, я понял. Смотрите. Дракон слева. Право к скалам. Вдалеке пальма. Крест спереди и птицы. Ну, только вот это место. Хотя. Вдалеке, да, пальма? Вот это место. Я думаю. Я думаю только. Ну, типа, здесь птиц нету. Да, типа. А тут они есть, чайки. Чайки только есть в трех местах. Если так смотреть, то нету дракона. Так смотреть корабль и что это, я не знаю. Можно сказать и это, но пальмы. Пальмы нет. А пальма над... Птица, короче, над пальмой. Только вот здесь. Ну, типологично. Думаю, да. Так, значит... Шесть х. Х-6. Запад. У меня получилось, что я выиграл. Ну да, это... Вот это было легко из-за того, что здесь много всяких точностей. Ну, в плане того, что чайки, если не брать чай, то, да, может быть, трудновато. А так, чайки и пальма это самолёгкое. Что было в коробке? Деревяной фигурке. Это немного отличается от тех, что на столе. Так, раскрашенная фигурка. Фигурка ребенка с зелеными волосами. Фигурка женщины с с этими волосами. Фигурка красно-белая птица. Фигурка широкоплечего мужчины. Деревянная фигурка были раскрашены вручную. Краски нанесли не очень мило. Рядом стоят банки с краской красной. Понятненько. Так, а что у нас здесь? Это улики, да, типа? Так, идем далее. Дальше у нас с вами... Исследовательская. Не знаю, что это за напиток, но кажется, он на 99% состоит из сахара. Я бы не проверил ингредиенты, но на коробке ничего не написано. Это даже плохо. Вы подозреваемый. Не думай, что тебе не удастся избежать допроса лишь потому, что ты мишка. Я не виноват, клянусь. Судьи об этом... Расскажешь. Судьи об этом расскажешь. Коробки. С кучей барахлом. Уго, сколько здесь книг. Это whole... Crystal Channel'ы. Ростальных люссов. Ну, роскошь. Ну, не знаю. Мне кажется, что они такие пыльные. Самодельные плакаты. Это пифагора. Пифагора. Я не знаю, какую... Такую группу. Хорошая из них... У них музыка. ведь и ватное окно с отличным видом на озеро должны улики искать они оценивать стоимости недвижимости а здесь и видно как хозяин заблокировал слишком свет использовали листовой бумаги простое решение но зато как к благо облагораживание пространства книга что-то с больших них на столе записывал эту лиги просто куча заметок экспериментах по микробиологе телескоп ставить почему у тебя такой нет почему потому что я детектив можно не требуется начать курить а а и трубку начать курить и не пойдет так у нас как бы два варианта это посмотрите это похоже на микроскопы очень большой микроскоп а можно его потрогать кажется 4 лупы по горизонтали на правой позиции а я должен что-то видеть себе а это три плюсы поел это минус Так, я сделаю это позже. Уфи здесь что-то прикреплено. Что это все? Похоже на Фитца. Кто это? Понятия не имею. Так, мне кажется, видишь-ка, будто здесь нет. Фрейм. И ты сможешь себя. Это выглядит как мусорная. Подожди, мусорная. Вечер, которая Фифи выбрала. Ты собираешься, как говорится, в мусорке? Нет. Это ничему моего достоинства. Спасибо. Через пять минут ты туда обоими руками и ногами залезешь. Это выглядит как микроскоп. Так, давайте, ладно, попробуем. Микроскоп, что-то с ним сделаетесь. А ключ подашь? Я должен ключ собрать. Так, что, как вы это представляете? Не, а стойте, стойте, я что-то не шарю не могу. А-а-а-а. В этом плане имеете ввиду. Но я все равно не шарю. А-а-а-а. Нет, шарю. По крайней мере, пытаюсь. Я думаю, это неправильно. У каждой из четырех линзов есть разные уровни увеличения. Так что каждый из них должен находиться на особой позиции. А-а-а. На позиции ты, Миша. Так. Понял тебя. Так, это... Эти сюда? Подожди, минус. Сюда. Нет, наоборот. Так. Три плюса сюда. Так, андош не опускай сюда. изначально я правильно сделал типа вот чё за бред я пойму что вот точки эти по этим точкам как они позиция что подразумевается по словам позиция я понимаю что мне нужно ключ сделать я понимаю как так а вот это куда ну вот понятно сюда ну и Мне кажется, что нужно обновлять какие-то лензи. Я вообще должен ровный ключ сделать? Я полосы не могу соединить. Я да, я согласен. Вот это я не могу соединить. Вот это я не могу соединить вот эту полосу. Ничего. Может, стоит сблизить все пропуски? Открыть все линию. Начинать с найти части, которые слишком маленькие и сделать их больше. Или vice versa. Боже, ну я так и делаю, ну да. Я не понимаю, куда мне вот это с минусом брать. А хотим. А хотим. Так, подожди. Сейчас мы сделаем иначе. Так, стой. Резет пуззл. Так, поехали. Сбросить. Вот. Так. 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 Как бы так. Куда минус тогда запихнуть? Какая. Так. Какая-то... Так. 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 Прокладать. Так. Так. не уж то я понял впечатляет открылась все это крепится к маленькой металлической коробки здесь книга тайный дневник потерянная книга напоминающий дневник он открывается на замке с помощью странного металлического устройства комната с подожди я такую видел больше на самом деле книжечку вот здесь зачем ей книга странно странно так дальше изучать музыкальная комната это бумажные фонарики чтобы это не было мне нравится парадик летающих духов играет на трубе это же музыкальная комната порепетировать взялась разбитое стекло статус горлом блестящая статуя страшного существовать держа чем большую горна по всей длине горна проходит так заметная трещина в горне и из-за как и на земле вокруг статуи валяются осколки хорошо а вот эвари сетс налога нас удалоком глаз зачем здесь лупа на скрипке она покрыта пыли так что никто один старый деревянный книжный шкаф ага если вижу в этом проблему ну ты написано турки очень много нот были сложа может потому что они на полу это одна из всех больших пианиц с открытыми крышками не другое война от почему нет майки может она за колдуна а я как вы привезли соли гурпиянка хотя может раскроить но я жива этого если вы являетесь подозреваемой я знаю как его зовут меня зовут папе по фамилии пойтер я пианист мы у меня есть вам парочку вопросов о фрэйл я знаю и а вы хорошо играйте все дело запястье 13 годах упорных репетициях это всего лишь я ничего интересного приходит у реки мультера свой папа пересвали про это профессор большинство времени он проводит заперто в своей башне нынче практически курица ни к чему не вообще нас так так путаная башня когда-нибудь покидали покидает ее и не примите за просто разлом не обязательно что то вопрос как вопрос я был хотел уехать жить куда-нибудь это точно и сфере фрэйл часа говорили об этом арки даже спорим я хотел уехать но фифи у нее не все так просто а теперь после того что случилось я вообще не хочу с ним надо оставаться так вчера три с половиной часа игры на пьянице как только проснулась и как всегда три с половиной а вас руки не болят болят вы в музыкальной комнате репетируете нет я предпочитаю репетировать у себя в комнате если ошибаюсь то хотя бы никто не слышит что вы делаете после этого я должна была встретиться с фифи в библиотеке но совершила забыла когда я туда спустилась она уже ушла я поднялась в ее комнату но дверь была запрета фифи там не было не знаю она всегда закрывает дверь на замок и так я принялась наверх и вышла в лунный сад лунный что а садик на крыше прямо у меня вы там одни были нет некоторое время спустя тогда вышел в фитс его комнат на другом конце садика он рассказывал мне о цветах так вы с ним поговорили не совсем вы проигнорируете друг друга я этого не сказала показания мы с фитсом проверили в лунном саду большую часть дня затем донесу звук он длился около трех секунд я пыталась придумать как описать его но ничего не приходит в голову это было похоже на сверлила металла но по-другому еще ужасней я практически уверена что звук донесся из башни флоры поэтому мы пошли туда дверь у комнаты была запрета и никто не отвечал я знала что фрэйя и флора должны были быть там поэтому я уговорила фица вышиби дверь я зашла внутрь фрэйя лежала на полу а флора тоже была там да мне так кажется она поняла что произошло в тот же момент что я я не знаю что делать поэтому я так побежала вниз за фифи дверь в ее комнате тоже была запрета я достучался и начала кричать вскоре она вступила меня свет был включен но я видела как что она уже плакала я рассказал ей что случилось она мне не поверила и разозлилась впервые увидела ее такой злой я вытащил ее в коридор папа тоже почему-то был там мы трое поднялись в башню флоры затем пришел филипс с ним пришла я и в пипи у фифи появилась идея она хотела провести какой-то научный эксперимент она убила меня вниз в библиотеку мы провели там около 15 минут когда она закончила она поднялась обратно и я вошла в свою комнату это все да это все а где-то тут что-то не складно ладно дверь в комнату открыта интересно что там боже понимаете чем херня вот она где-то врет либо она врет он говорит я слышал шаги как кто-то спускался тихо как будто ничего не произошло потом вторые шаги были когда он открыл дверь там была как раз вот эта девчуля девчуля была с с этим паром значит она была первой кто спустилась вот она наверное скорее всего подозреваем обо всем этом так комната открыта так у нас еще 200 давайте сюда сходим хотя у нас с вами уже считайте конец серии поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока